добрый день в этом видео я хочу рассказать вам о стамбульской конвенции о защите женщин от домашнего насилия наверняка многие из вас видели слышали читали о том что по указу президента турецкой республики турция вышла из этой конвенции и положение для турции не обязательно но и естественно естественно тут же появились в мире разные сообщения в том числе президент соединенных штатов америки гегемон высказался о том что это конечно безобразие это нехорошо и теперь вот бедные женщины в турции остались без защиты этой конвенции я хочу с вами порассуждать коротенько если надо рассмотрим поподробнее по статей на можем рассмотреть что такое вот это самая стамбульская конвенция защите женщин от домашнего насилия она была заключена в стамбуле в турции турция первая ратифицировала эту конвенцию всех заключивших стран большая часть стран которые подписали конвенцию они ее не ратифицировали в том числе российская федерация украина почему потому что на мой взгляд и на взгляд многих людей которые познакомились с этой конвенции сначала не придаешь этому значения а только потом начинаешь понимать эта конвенция по сути дела как чемодан с двойным дном то есть такая себе закон хамелеон она во первых вроде бы о защите женщин но если вникнуть вот то что она хочет постановить и чтобы это было учтено в законодательстве каждой заключивший ратифицировавший страны уже уже это все есть то есть если женщину избили должна быть уголовная ответственно она есть есть ответственность за легкие телесные повреждения за тяжелый за повреждение привлекший смерть это все есть и было без всякой конвенции затем защита психологическая защита еще какая-то то есть ну дополнительно надо там для женщин потому что женщины подвергаются и тому подобное но это все уже существует в общем существует а зачем выделять именно женщин и вот теперь дальше когда стали разбираться с этим делом стали смотреть что а что вообще в принципе зачем это нужно зачем мы дел мы дойдем до того что к вот как раньше для белых и для черных то есть мы дойдем до того почему в супермаркете касса обслуживает и мужчины женщин надо для женщин отдельно кассу сделать надо отдельно для женщин самолет отдельно автобус отдельно такси тому подобное к чему это у нас женщины как и мужчины уравнены в правах в правах то есть равноправие естественно биологически физически люди разные даже мужчину возьмите один 160 метров другой два метра роста это уже биологически физиологически разные люди но речь идет о равноправие когда одинаковые права независимо от роста твоей силы можешь ты поднять 100 килограмм или 5 килограмм не можешь ты в правах абсолютно равен точно так же женщины женщины равны правах во многих во всех практически странах мира и в турции в том числе поэтому защищать дополнительно абсолютно не нужно но в данном законе есть один маленький нюанс которому сначала не придали значения а теперь масса разных общественных организаций нажимают именно на это то есть уже за женщин забыли забыли только когда сейчас турция объявила о том что выходит из этой конвенции начали говорить что ой ой женщины будут в обиде женщины будут обижены да а сначала подымали шум что нужно внести в законодательство то что в конвенции а конвенция говорит что в законодательстве нужно убрать такое понятие как пол то есть не должно быть то что сейчас у нас мужской и женский должна быть гендер введено понятие а гендер предусматривать что будет он она и третье а но больше того вы можете в википедии посмотреть есть уже даже выводы что больше пятидесяти вариантов вот этой вот гендерности можно выделить и если пол человека это биологическая физическая особенность которая дается с рождением или впоследствии при смене пола например да то гендерность это то кем человек себя ощущает и эта конвенция требует помимо прочего внести в законодательство уголовную ответственность за психологическое влияние на человека связи с тем с кем он себя ощущает то есть скажем так ощущает себя человек но возьмем так обезьяны вот у которой красный зад вот он сделает или она татуаж понимаешь физиономию изменит и будет на работу в таком виде ходить и вот вы не имеете права влиять вы не можете этому человеку объяснить что ты что-то вообще поехал какая ты обезьяна и вообще закрой задницу свою ты чего выставил не имеете права вас надо будет привлечь к ответственности потому что человек имеет право ощутить себя вот каким-то орангутанком например а если человек сороконожкой себя захочет ощутить вот две ноги есть еще 38 пришить надо это нормальное явление это безобразие больше того я вам хочу сказать здесь махмутларе наталия из австралии я вам дам ссылку в описании на ее видео где она рассказывает что в австралии уже приняли закон приняли закон о том что вот ребенок гуляет в песочнице вышла на улицу три девочки один мальчик и стали играть естественно в дочке матери мальчик тоже приобщили и вот все значит мальчик ощущает себя девочкой родители не имеют права ему ничего объяснять все теперь будем воспитывать его как девочку а если на завтра вышли три мальчика одна девочкой в войну играют девочка с автоматом бегает игрушечным как и все остальные значит она мальчиком себя ощущает отныне будем ее воспитывать воспринимать как мальчика ну что такое безобразие и вообще кто дал право ребенку определяться кем он себя ощущает если мы в законодательстве пишем с какого времени мы вообще можем воспринимать мнение детей желание детей и тому подобное до какого возраста законными представителями ребенка являются родители а вот это конвенция требует законодательстве хотя австралия которой наталья рассказывает она не европейская страна она не заключал эту конвенцию но она как колония великобритании продолжает быть впереди планеты всей и вот они такое безобразие уже у себя приняли и естественно турция как нормальная страна не может потерпеть такое безобразие с какой стати должны вводить вот это понятие дебильная совершенно он она и она что это такое и почему на каком основании вы знаете создается впечатление вот есть такое мнение да а мировом правительство есть какой-то закулисье мировое правительство впечатление что вот те мировые правители которые стремились гегемонии там соединенных штатов америки они уже наверно умерли и пришли на смену им их дети а дети наверно какие-то наркоманы и чокнутые им по приколу все и они действительно хотят сделать вот такое безобразие на всей на всей планете казалось бы это смешно да вот человек орангутанг человек сороконожка а ведь уже сегодня уже сейчас можно о многом сказать я например могу вам сказать и вы в интернете можете посмотреть девушка из одессы а в мире уже их много решила стать куклой барби она удалила нижние ребра а а просто удалить ребра этого шмала там же надо и органы перенести для того чтобы сделать очень тонкую талию для того чтобы она была на какую-то куклу похоже она сделала необходимой операции хотя по большому счету на сегодняшний день если говорить этот закон не вступил силу эта конвенция для украины и непонятно каким образом и на ком основании такие операции сделали но сделали за деньги все возможно и вот она реально посмотрите в интернете она кукла барби и плевать это сто процентно какой-то олигарх какому-то уже его наркотики не берут уже уже ему все в мире существующие не нравится и вот он решил изуродовать девушку видимо за деньги она согласилась если почитать ее биографию она в нормальной простой семье у нее не может быть таких денег чтобы она могла ребра себе вырезать и делать такие операции значит какой-то олигарх финансирует это дело она согласилась и показывают по телевидению и наездит по миру интересно красиво а когда она в результате всех этих операций начнет болеть начнутся проблемы ну и какая разница бросит ее по матросе вы бросил следующий вот закон ведут он начнет орангутангов делать финансировать и представляете что это будет то есть не просто сам человек как какой-то сошел с ума и он это делает а ведь могут и другие сойти с ума которые профинансируют и у них будет ну скажем целый зверинец из живых людей одного сделают под обезьяну другого под коршу на третьего под волка четвертое щепотка вы представляете какой дебилизм какой маразм может возникнуть у нас в мире и все это в этой конвенции все это вот это вот гендерность когда человек должен быть тем кем он себя ощущает поэтому ребята вот уже петр первый там или наполеон психбольницы в отдельных кабинетах сидят это как говорится обнять и плакать по сравнению с тем что написано в этой конвенции и когда говорят что вот там вот о защите там пять статей о защите женщин а 105 статей а вот это вот гадости мерзости которую хотят навязать миру еще раз говорю посмотрите в австралии уже это сделали соединенные штаты америки пожалуйста то же самое у них вот практически год несколько лет тому назад вся страна жила событием мальчик пошел понимаешь в школу и вот я не хочу в раздевалке мальчуковой мальчишеской переодеваться я хочу в девчачьи и родители подали в суд на школу суд обязал раз он чувствует себя девочкой пусть у девочек переодевается родители девочек подали в суд а мы не хотим и вот вся америка следила чем же такой закон вместо того чтобы по шее дать этому недоделанному мальчику который себя чем-то кем-то ощущать вот вся страна это все замерла в ожидании и решил суд соломоново решение обязал школу отдельную раздевалку построить то есть он не у мальчиков не у девочек а он отдельно другой эпизод соединенных штатах америки 47 то лет человек уходил на работу мужик галстук все как положено и вдруг он приходит в колготках парике накрашены намазаны с волосатой грудью женщина пришла на работу естественно как бы смех и ужас и журналисты пришли туда на предприятие на этой стали спрашивать сотрудников а как вообще вот вы оцениваете вот вот вчера был мужиком а сегодня вот она стала ну и что и люди говорят вы знаете да ну вот у парик то есть вот колготки к цвету парика вот мы но мы ему проконсультируем надо ему цвет другая говорит вы знаете вот туфли на на высоких каблуках вот к цвету помады как-то вот не понимает то есть никто не говорит о том что да он чокнут и надо его куда-то психбольницу чокнулся ну до 40 лет был нормальными вдруг на тебе оделся так нет то есть это нормально и вот это нормальность вот такую ненормальность воспринимаемую нормальностью хотят навязать том числе обществу представьте турции где есть культ мужчины где мужчина мальчики воспитываются мужчинами в мужском духе с духе защиты женщин а женщины воспитут как красавицы королевы которая не должна мужскую работу делать для этого тебя муж надо удачно выйти замуж и муж должен делать всю мужскую работу не может пусть привлекает друзей братьев кого угодно но жена не должна понимаешь гвозди забивать и вот вот эта культура сюда в турции и близко не попадает заключили конечно эту конвенцию в стамбуле толком не поняв вот эту туристику с гендерностью ну думали знаете как вот сердючка говорила до мазохист филателлист что-то слышал думала может календарики собирать оказывается мазохист это не то вот так и здесь гендерность ну да ну сейчас модно свет выключился знаете раньше отключка без . теперь lockdown вот гендерность оказывается нет там не столько защиты женщин сколько гендерности поэтому естественно я лично обеими руками за и если вы внимательно почитаете если хотите вместе прочитаем если напишите в комментариях прочитаем эту конвенцию полностью она есть и на русском языке в интернете можете сами найти посмотреть никакой защиты женщин там нет я бы не только вышел из этой конвенции я бы вот то здание в стамбуле где ее заключались снес и и 30 лет это место хлоркой посыпал бы потому что это просто ужас они конвенция поэтому ребята если вы слышали вникайте что к чему и не верьте вот тем европейцам которые мужики в колготах и в париках ходят и рассказывать что теперь видите ли женщине будут защищать в турции женщины тут на такой высоте что нам европейцам и не снилось это все в этом видео подписывайтесь на мой канал пишите комментарии все рассмотрим все напишем и лайки обязательно ставьте лайки но кому не понравилось можете и дизлайки всего вам доброго